Микс Ньюс Да, добрый день, уважаемые радиослушатели. Независимый депутат Сейма Аудис Гобземс у нас в студии. Добрый день. Добрый день. Да, ну вот буквально, по-моему, вчера профессор Юис Розенвальд сказал, что вот те последние действия, которые предпринимает правящая в стране коалиция, но они как-то далеки от демократии, даже угрожают демократии, я имею в виду и готовящееся решение о роспись Кириллической Думы. Понятно, что уже роспись Кириллической Думы будет, и в ней очередные выборы. Ну и такое вот новшество о том, что Рижская Дума может работать без выборов 5,5 лет, но это что-то такое невиданное за последние 27 лет. Даже если мы посмотрим на историю Первой Республики, ну до переворота, ну такого тоже не было. Все-таки выборы проводятся с какой-то определенной регулярностью. А что происходит, вот на ваш взгляд? Я вообще хочу начать с другого конца. Так. Знаете как? Ну, я здесь тоже не хочу быть адвокатом Рижского Дума, но... Нет, мы сейчас даже не говорим о том, как Рижская Дума работает. Да-да, но один очень важный вопрос хочу задать. Сейм принял законы, чтобы была зарплата у медиков, да, и не исполняет эти законы, да. В принципе, действует... И еще 7 законов. Да, и действует противозаконно. А Сейм не надо распускать. Почему Сейм не надо распускать, если Сейм работает противозаконно, да? Если мы смотрим как сравнение с Рижской Думой, тогда в ситуации Рижской Думы, еще вопрос, какой закон Рижская Дума... Ну, противозаконно, что делала Рижская Дума. Как политик, я думаю, что эти выборы должны быть, но в том же самом времени надо продолжать говорить, что надо распускать Сейм тоже, да. Этот Сейм действует все время, ну, я бы это не назвал, как этот бескомпромисс, тесискомс, это... Да, бескомпромисс на закон, что-то в этом... Это вообще что-то другое, что там происходит. Так цинично вообще никогда, мне кажется, в латвийской политике не было, как сейчас с Сейми происходит. Следующий вопрос. Ну, сейчас почему пять с половиной лет? Ну, потому что коалиция, которая все время работает противозаконно, придумала, что она выиграет выборы на Рижскую Думу и может поработать немножко дольше, да? Ну, все равно, что в Конституции сказано, это не важно. Самое главное, что будут новые поста и все. Но эта мысль у коалиции, я думаю, можно переостановить, да? Есть конституциональный способ, как это сделать. Я думаю, что оппозиция и парламент будет думать про этот вопрос, потому что я тоже не согласен, что Рижскую Думу мы будем выбрать на пять с половиной лет. Но надо, как в законе сказано, что на этот раз Дума может работать тогда, если есть новые выборы, тогда может работать полтора года, и тогда следующая Дума уже, ну, как обычно, на четыре года. Это было логично. Иначе, ну, мы можем принять и закон, что, ну, почему вообще выборы? Ну, это дорого. Почему выборы парламент? Ну, может быть, на 10, на 20 лет, до пенсии, чтобы коалиция... Дешевле, так дешевле, скажем. Так дешевле, да. Ну, эти аргументы, которые из той стороны мы слышали, ну, они, я бы хотел сказать, без юридического основания. Но, по-любому, в этой неделе уже с парламента, я думаю, будут приняты законы, чтобы идти эту дорогу, чтобы Рижскую Думу выбрали на пять с половиной лет. К сожалению. А вот, возвращаясь вот к этой теме, с которой вы начали, это не исполнение закона о медиках, мы знаем, что там еще целый ряд законов не выполнены по поводу педагогов, по поводу высших учебных заведений, да. Вот, все-таки, на ваш взгляд, о чем вообще думают правящие депутаты Сеема? Неужели они были уверены, что так все будут молчать, никто не будет возмущаться, протестовать? Я думаю, что прошлой неделе я говорил с парой депутатами из коалиции, но чувство такое осталось, что они уже думают, что подписи для референдума не будет собраны, уже стресса уже больше нет, но мы будем продолжать в том же духе, да. То есть никаких выводов они не сделали, да? Я думаю, что нет, но поэтому я хочу обращаться народу, хочу обращаться радиослушателям и сказать, что надо подписаться про то, чтобы распускать Сеем и за референдум. А вы уже сами подписались? Да, я сам подписался, да. И это надо сделать, еще время есть, но по-любому, знаете, как будет, если эти подписи будут уже, ну, примерно 140 тысяч, да, не 40 тысяч, как сейчас, а 140 тысяч, тогда вы увидите совсем другую коалицию, которая будет начинать действовать по-другому. Испугавшись, да? Тогда она вспомнит про народ, тогда она вспомнит, как надо выполнять законы, да. Я думаю, что тогда найдется деньги для медиков. И, откровенно говоря, бюджеты, которые 10 миллиардов, не найти 60 миллионов, ну, там сложно, надо стараться, чтобы не найти эти деньги, да. Там еще один такой маленький вопрос. То, что правительство делило, это было 760 миллионов, да, а бюджет 10 миллиардов. В принципе, эти 9 миллиардов, да, это как, ну, какая-то такая сумма, где вообще нельзя смотреть, что надо поменять. Это было как предприятие, да. Мы работали там 10 лет, ну, будем работать так и дальше, не будем смотреть, какие наши расходы на чего. Мы можем делить только нашу прибыль, да. Но это неправильно, нам надо уменьшать госслужащих, да. Это до сих пор не сделано. Это до сих пор не сделано. Там есть большие деньги, зарплаты в госсекторах из бюджета. Мы платим более чем 3 миллиарда. Мне кажется, что даже эта сумма может быть до 4 миллиарда. Только зарплаты, госсекторы. Это все надо пересматривать. Еще один вопрос. Ну, это маленький, но эти маленькие вопросы, там один, другой, третий, и в конце концов, это опять миллионы. Почему у министров, почему у коалиции надо этот луксус автопарк, да? Почему, если у нас нет денег для медиков, для учителей, почему надо ехать с S-классом Мерседесом, да? Или с другим там новым автопарком. Почему в центре города вообще надо такой автопарк, да? Второй вопрос, что надо обсудить, я думаю, это политический туризм, да? Если так смотреть, у нас есть депутаты, конечно, не из коалиции, да? Которые все время где-то поехали, да? На какие-то конференции, ну, не знаю. Ну, в принципе, туризм, да? А реально, что потом мы получаем из этих депутатов все, ну, какие-то изменения законов или что-то такое, ничего, да? Ну, например, я не был ни один раз, ну, в принципе, мне и не надо нигде ехать, но если сравнить, есть, не буду сейчас называть конкретный депутат, ну, он, в принципе, с Семи ничего не делает, но только все время езжает где-то, да? Это его самый большой успех, это его работа, ехать посмотреть Европу, например, или Китай, да? Ну, там есть миллионы опять, да? Я, как депутат, просил информацию про этот туризм, ну, в принципе, ну, фактически нету такого министерства, где было меньше, чем 2-3 командировки каждый день, да? Ну, где каждый день из всех министерств можно ехать, да? Или ехать в бизнес-классы, ну, почему в Финляндию за 500 евро господину Ринкевичу надо ехать за 500 евро в бизнес-классе, да? Тогда, когда я работал адвокатом, у меня был клиент, тоже не буду называть его фамилию, который сейчас играет MBA, миллионер, да? И эти мои бывшие клиенты, когда они в Европе летают самолетом, они летают в экономическую классу, да? Миллионеры, да? А господин Ринкевич не может поехать, или господин Пабрикс, им надо обязательно в бизнес-классе ехать. То есть, в принципе, мы говорим о том, что иногда правящие политики не хотят понять, что надо вообще жить скромнее, надо вообще думать... Но если нет денег, ну, как, если у государства нет денег, да? Я понимаю, нет денег, да? Надо экономить на всем. Ну, если нет денег, тогда нет денег у всех, да? А не то, что у одних есть, а у других нет, да? Когда я работал в частном бизнесе, ну, я думал, если я не мог позволить себе новый, там, S-класс Mercedes, ну, я не покупал такой Mercedes, да? Может, вы понимали, что потом будут убытки? Зачем это делать, да? Ну, а почему государстве можно? Я это не понимаю. И если мы так смотрим, ну, основная часть, где ехать, да? Из парламента в кабинет министров. Пешком это 7 минут, да? Например. Или эти компенсации, да? Дорожные компенсации за бензин, да? Господин Кайминж, ну, до этих событий последних жил 7 минут пешком от Сейма, да? Он получает 130 евро или 140 евро. На Антониес, по-моему, где-то, да. На Антониес, да? Он получает 140 евро компенсацию на бензин, чтобы ехать из своей квартиры, да? На Антониес до Сейма, да? 140 евро в месяц. 140 евро в месяц, да? Ну, одни 140 евро, другие 140 евро и так далее. И так получается уже тысячи. Ну, например, парламентарный секретарь с министерства транспорта, да? Да. Он получает зарплату 3000 с чем-то, 3300 евро и что-то такое. Он просит на эту дорожную компенсацию 40 евро. Он не может от своих 3300 евро заплатить 40 евро, да? Ему надо еще компенсацию получить. Неужели это господин Бутанс? Да, это господин Бутанс, да. Это опять пример, да? А как получать такие компенсации? Камень, еще очень хороший пример. Он, конечно, ну, его место прожития, где он декларирован, находится не в Риге, да? А Гарциемсе, да? Поэтому он получает компенсацию такую. Ну, это вопрос мышления, да? Я не живу в Риге, например. Я не прошу. Я тоже мог просить компенсацию. Да, если вы не рижанин, вы имеете право на компенсацию. Я вообще никогда не просил и не буду просить никакие компенсации, да? Я не шел, чтобы получить компенсации. Ну, все имя. Ну, и так мы можем эти позиции все смотреть. И дальше, да? Ну, мне непонятно. Ну, как это есть, когда ты каждый день видишь, где деньги потрачены, ну, в принципе, бессмысленно, да? И говорить, что денег нету, да? Денег, конечно, есть в государстве. Только они уходят не тем целям, где надо было бы их потратить, да? Да. Вот вы упомянули, господин Каменща, а вот мы видим, что, ну, рейтинги его партии КПВЛВ, ну, мягко говоря, не очень высокие. И все-таки вы стартовали от этой партии. Ваш прогноз, каково будущее вот этой, ну, относительно новой политической силы? Нет, там все уже закончилось. То есть нет перспектив никаких, да? Я считаю, что рейтинг этой партии был только мой фактический рейтинг. Если мы по статистике смотрим тогда, когда я пришел, тогда рейтинг начал повышаться. Когда приняли они решение, как бы, выключить меня из партии, тогда рейтинг сразу пошел вниз, очень быстро пошел вниз, да? Ну, эта партия закончилась, да? Ну, опять вопрос. У такой партии сейчас будет на этот год, уже январе, 15 январе, она получает 800 тысяч евро, да? Денег от налогоплательщиков, да? Правильно, неправильно? Ну, конечно, неправильно. Ну, такая история политики власти. То есть на медиках денег нет? Ну, знаете как? Так, я хочу про этот закон, где партии себя повысили финансы на 7 раз, да? Хочу задать вопрос. Вы вообще помните в истории Латвии, когда у кого-то что-то повышали на полтора раза? Даже не на 2 раза, да? Я не помню. Да, я тоже не помню. Но для партии, для себя, 7 раз, сразу, да? Да. Ночью. Конечно, ночью, да? Ночью, да. И, конечно... Особенно мне понравилось, когда... И, конечно, тот момент, когда фактически выключили микрофоны оппозиции, поняли, что мы были готовы, да? Оппозиции, там никто не был готов обсудить бюджет, мы были готовы. Они поняли, что такой процесс мог продолжаться еще 6 дней. 6 полных дней, да? И они поняли, что будет очень плохо, если они позволят нам фактически все рассказать про бюджет. Но, с другой стороны, ну, нормальные государства... А где проблема? Неделю обсудить бюджет государства. Неделя, да? Никакого проблемы нет. Никакого. Тем более, это был ноябрь, времени полно. Время полно. Если мы так смотрим, например, сегодня или там пятницу, в семье ничего не происходит, да? Ну, фактически ничего не происходит. А это время мы могли обсудить бюджет, могли бы поменять позиции, посмотреть то, что единство сказало у государства. Единство, например, сказало, что не будет повышать налоги. А дабы с ресурс, но доклус, они повышают. Как бы так, незаметно? Так, незаметно, да. А если оппозиция это не сказала, никто бы не узнал про это, да? А там, например, по-русски не могу сказать, но очень интересно. Нету зарплату медиков, например, да? Бюджет там, где господин Пуц работает, да? Министерство среды и регионального развития, да? Там, например, в бюджете такая позиция. Интегрета пия ресурсу парвал дыба. Такая позиция, да? Да. Интересная позиция, да? А по сути, это зарплата для чиновников. На это деньги есть? На это деньги есть, да. 6,5 миллионов, да. Еще мне рассказывали, по-моему, ЗМКПС Министерства земледелия, для племенного скота там регистр создать 20 миллионов. Ну, знаете, тот день, когда надо было всем решать вопрос про медиков, тот день они решали вопрос про паспортов для котов и собак, да? Что-то такое, да? А медики на улице стояли, да? Медики стояли на улице, да? И этот вопрос они сказали, не будем сегодня рассматривать, да? Поставили вопрос, и мы решали очень важный, на тот день очень важный вопрос про паспортов для котов и собак. Альдис Гобзинс, независимый депутат Сейма, буквально пару минут на рекламу, потом вернемся в студию. Да, еще раз добрый день, уважаемые радиослушатели. Альдис Гобзинс у нас в студии, независимый депутат Сейма. Ну, вот видите, когда те же медики и другие люди на все это смотрят, да, вот, и на, не знаю, ограничения дебатов, и на то, как это быстренько в ночном режиме все принимается, и как им говорят, что, вы знаете, этот закон нам не нравится, мы не будем его выполнять, говорят им власть, да? Вот не кажется ли вам, что реакция у людей может быть, ну, может быть, не такая, как ждут политики, что часть соберет вещи и уедет из страны, часть скажет, нет, я вообще разочаровался и буду сидеть дома и не буду голосовать. Мы же видим, что от каждых выборов к выборам все явка становится меньше и меньше, все меньше людей приходят на выборы. Что с этим делать? Как вернуть вообще какое-то доверие людям, когда, ну, зачастую мы видим, три по пятьсот. То есть просто политики покупают голоса за счет вранья. То, что я хочу сказать, во-первых, надо повторить людям, чтобы надо подписаться и надо распустить сейм, да, и даже, даже если потом на выборах пойдет тоже те же самые политики, эта процедура, ну, в принципе, дает возможность поменять ту циническую атмосферу, в которой мы работаем, это во-первых. Во-вторых, все те люди, я тоже много слышал, ну, я не буду идти, я покажу политикам, не буду идти голосовать, да? Все те, которые не идут на выборы, те голосуют за правительство единства, да? Это по математике так получается. Те голосуют за старую политику, всегда выиграет старая политика за те голоса, которые не пошли на выборы. Поэтому на выборы надо обязательно идти, надо обязательно голосовать. Ну, риск всегда есть, но я думаю, что на следующие выборы такого риска не будет. У меня будет возможность, ну, фактически делать новую команду, которая моя команда, которая, ну, где не будет, незнакомые мне, незнакомые люди. И, может быть, избиратель уже видел, что все то, что я обещал, так я и действую в парламенте. Я не шел в парламент только за того, чтобы получить какой-то конкретный пост, да? И там, не знаю, если там единство мне предлагает, тогда я сразу буду идти под единство. И так, ну, так не будет. Но еще про парламент очень интересно, что надо сказать. После бюджета, да, когда общество увидело, как работает коалиция, что коалиция подняла, какой еще вопрос? Она подняла вопрос про русских, фактически, да? Там было пару изменений законов, что там, что связано с этим символикой, там, Советского Союза и так далее. Там, например, был такой фантастический, черточка, изменения, что больше нельзя будет в кино показывать фильмы, где символика из Советского Союза, из того времени, например. Ну, то есть, фактически все советские фильмы можно под запретом, да? Да, и в театр больше такой нельзя поставлять. Понадобится соглашение спецслужб. Согласование, да. Ну, это, ну, даже так смешно уже. Этот вопрос, когда реально надо решать экономические вопросы, да? Когда в Латвии, в принципе, нет проблемы, там, латыши и русские, я не считаю, что такая проблема вообще есть, да? Что у всех людей интересует, чтобы экономическая ситуация улучшалась в стране, да? Эти вопросы мы не будем решать. Мы будем говорить опять старую песню, которую мы говорили 29 лет, да? Но в том же самом времени, ну, это ничего, что Латвия одна из самых бедных стран в Европе, да? Ну, знаете как, я латыш, но никогда в жизни ни один русский со мной не общался так, что мне надо было бояться. Я знаю, что я могу здесь жить вместе, и мы все вместе можем построить очень богатую страну, но чтобы построить очень богатую страну, надо решать экономические вопросы. И только экономические вопросы. Уезжают не только латыши, уезжают латыши, русские, украинцы и так далее. Все уезжают. Вот такой вопрос, который не могло мне задать, все-таки, как человеку с большим опытом и адвокатской работы, как юристу, ведь мы видим, что сейчас идет наступление, но такое вот на основные права граждан, ну, вот, к примеру, поправки, которые, по существу, ликвидируют презумпцию невиновности. Мы знаем, целый ряд адвокатов встревожились этой ситуацией, какие-то экономические суды специальные создаются. Как вы ко всему этому относитесь? Я так понимаю, что господин Боденс собирается изменить и систему выборов генерального прокурора и так далее, и так далее. Смысл всех этих изменений очень простой. Смысл, ну, если мы смотрим на госпожу Стрите и господина Юрыша, тогда в свое время они, как бы, делали, сделали организацию, которая работала на единство. Это организации, название этой организации мы все знаем, это КНАП, да. Но у них до конца не получилось, да, и поэтому они сейчас хочут сделать свой карманный суд. Название этого суда – экономический суд, где они хочут поставлять своих судей, да, и решать, в принципе, те вопросы, которые они хочут решать. В основном – вопросы против политических оппонентов, да, или против конкурентов в бизнесе, да. Это и основной смысл. В маленькой стране такой суд фактически не нужен, да, у нас нет так много людей, чтобы нам надо было какие-то суда. И если мы помним, в советское время было что-то такое, ну, немножко по-другому, но в принципе был такой суд. Если мы смотрим про генерального прокурора или про вопрос про изменение в уголовном законе, тогда, ну, опять мне надо сказать, ну, как можно юридически быть так, что фактически вся элита юриспруденции, да, все эксперты, в основном все главные эксперты говорят, что это неправильный путь, что так нельзя быть демократической стране. Но они это продолжают, ну, и связано все с этим, с тем, что они хочут, как бы, собрать, у них не удалось до конца собрать власть КНАБ, но сейчас у них есть власть, чтобы поменять систему, чтобы всю власть в внутренних делах, всю власть в судебных делах собрать у себя, да, сделать такую карманную юстицию. Это основная цель, ничего другого. Ну, поскольку мы знаем, что нынешний президент сам юрист, опытный юрист, авторитетный, вы вообще чувствуете, что президент пытается хоть как-то этому противодействовать или, на ваш взгляд, он идет на поводу правящей коалиции, потому что до сих пор он практически не возражал ни против чего и, по существу, все подписывал. Я думаю, что наш президент действует как адвокат коалиции и не как адвокат народа. И это логично, потому что коалиция его выбрала, и он отрабатывает за это. Если бы он работал для народа и был адвокатом народа и судья для коалиции, и в основном ему надо было бы быть судьем для коалиции, он бы говорил, что надо исполнять закон про зарплату для медиков. А не отменять его, как он намекнул. А он говорит, что надо отменять, да. Он, как юрист, мне кажется, должен знать, что законы не действуют, рад поколеешь спаку. Да, с обратной силой действия, да. И что закон должен выполнить, да, это во-первых. И я надеюсь, мне кажется, что если будут в Латвии новые выборы парламента, если будет этот референдум про распуск Сейма, тогда, я думаю, что будет очень актуален вопрос про того, чтобы были изменения нашей Конституции, чтобы народ мог бы голосовать за президента государства. Потому что получается, как мы говорим, что у нас демократическая страна, но у нас получается так, что одновременно у нас президент такой, которого не выбрал народ, у нас премьер, который даже не шел на выборы, да, у нас министр, например, госпожа Винтела, который народ не хотел видеть в парламенте, да, у нас у господина Каринча фактически бюро работает, да, как советник, ну, в принципе, как советник, да, работает господин парадник, которого тоже народ не хотел, ну, где здесь демократия, да, так не происходит, но мы не можем найти, я думаю, ни один пример нигде, ни в Скандинавии, ни в Европе, да, где у власти были люди, которых народ не выбрал, да, и что я думаю, ну, единство будет говорить, что, ну, как она получила какие-то места в Сейме, какая-то часть народа голосовала за единство, но настоящей демократии, политики смотрят, что хочет народ, да, и не могла бы быть ситуации, что премьером стал человек, которого народ никогда не хотел вообще, да, он сам даже не хотел, он боялся идти на выборы, потому что в то время они думали, что вообще единство не попадет в парламент, так что, так что я думаю, что эти изменения Конституции актуальный вопрос, я думаю, что изменения вообще в системе партии, ну, эта система про партии уже доказала за последние 29-30 лет. То есть здесь нужно более серьезные изменения, да? Я думаю, что это уже актуальный вопрос в сообществе, много людей говорят, что надо изменения, что в принципе нам надо идти на так называемую, называемую мажоритарную систему, где мы голосуем за личности, а не за политические партии. Да, может, такой последний вопрос, так чтобы людям было понятно. Все-таки вы, как вот фактически независимый депутат, вы еще, есть у вас планы по созданию какой-то своей политической организации, или вы думаете присоединиться к уже каким-то существующим? Я уже публично сказал, что я не буду идти в какие-то партии, которые уже созданы. Так что, ну, мне на данный момент надо играть на такие условия, как в Латвии есть, как в Латвии законе сказано. И я обещал у общества, что я в политике буду работать много лет, и поэтому, наверное, в ближайшее время мы узнаем про новые политические силы. Да. Ну что ж, будем следить за этими событиями, я думаю, избирателям тоже будет интересно. Аудрис Гобзин у нас был в студии, депутат Сейма, большое спасибо. До свидания.